Более 170 бойцов-любителей смешанного стиля приняли участие в мемориале заслуженного тренера СССР Владимира Сборовского. В этом году на состязание приехали также команды из Томска, Нижневартовска, Павлодара и Тары. Впрочем, интригу создали не они, все подробности у Дмитрия Кукануса. Выйти в финальном бою против своего одноклубника – ирония спортивной судьбы. Вусал Гасанов оказался перед непростым выбором. С одной стороны, ну вот как бить друга? А с другой – поддаваться тоже нельзя, не по-спортивному. Не было такого, чтобы были поддавашки, мы договорились, может и не вовсю, но кто кого перехитрит, кто кого переиграет. И не с незначительным преимуществом, у меня с кабалов я оказался чуть похитрее. Впрочем, финальные бои между одноклубниками на этом турнире – редкость. Лихую интригу закрутили спортклуб «Игра» и «Школа Шторм». Воспитанники, пожалуй, самых известных в Омске спортклубов «Игры и Шторма» спорили за первое общекомандное место. И противостояние шло не только на татаме. «Игра! Игра! Игра! Игра!» За игру не больше рукопашники. Я даже не ожидал, что они будут на этом турнире соперничать с нами. Парни молодцы, что с рукопашного боя, сеткой, они нормально выступают на банкотеоне. В этот раз большой кубок достался «Шторму». Но свои звездочки были в каждой из 15 команд. Юля Тесля, воспитанница с дюшор номер 30, завоевала для своей школы главный трофей в состязаниях девушек. Ну, соперница была не из слабейших, конечно. Было трудно. Участвую я раз где-то 11-й. У меня 5 вторых, 5 первых мест. На турнире в память о заслуженном тренере СССР все участники по признанию судей показали тот панкратион, каким его видел сам Зборовский. Минимум экипировки и максимально широкий арсенал приемов. И в бросковой технике, ударной, применяются удушающие приемы, болевые приемы. То есть все это продемонстрировано на этих соревнованиях. Достаточно высокий уровень. Воспитанники Владимира Зборовского, уже и сами получившие признание на международном уровне, проводят турнир не в первый год. И хотят сделать его традиционным. Впрочем, об их наставнике помнят не только в Омске. Точно такой же турнир пройдет в городе Хабаровске, где бывший наш земляк, человек, который занимался, который знал Владимира Зборовского, будет проводить такой же турнир. Там открыт клуб Владимира Зборовского в Хабаровске, на Дальнем Востоке. И все Приморье знает этого человека. Дмитрий Куканас, Виталий Двораковский. Новости здесь, Омск.